доброе утро ребятки у нас понедельник мы с арсюшкой сегодня разбирали вторсырье да по большим пакетом сейчас нужно будет на балкон занести и думаю наверное в декабре уже вызвать вывоз на переработку ой много накопилось еще состава в осенне тут поиграть арсюш ты так летишь наравне со мной поиграть баночки контейнеры посмотрите не дает мне говорить так и ребятки я вообще не знаю сниматься мне или нет сегодня потому что я проснулась еще вчера у меня был немного опухший глаз 5 метка то фигня вылазит воспаляется не знаю ячмень нечмень но опять месяц наверно прошел как у меня глаза восстановились и я из-за этого перестала носить линзы и думаю ну все сейчас начну опять носить и чё вы думаете мне опять эта фигня спасибо арсюш мне не надо иди положи в пакетик в пакет положи пожалуйста вон ты большой пакет да исправишься давай 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 молодец какой ты умный мальчик да открыть надо но открыть скажи это сложно давай клади в пакете ой ты какой молодец все понимаешь то что у меня были от глаза я пытаюсь сегодня найти запись к офтальмологу на записи нет поликлинике а так просто не идти не охота в то что опять не пустят пока вы мало титрациклина надеюсь что пройдет за выходные потому что выходных мы едем на юбилейчик хотелось бы полностью все смотреть потому что у меня один глаз из-за того что он сильно воспалился я вижу только наполовину можно сказать но конечно само воспаление чувствуется очень неприятно из-за этого себя неполноценным человеком чувствуешь не какую-то бы как болезнь блин что заболел но общее состояние нормально из этого глаза мне прям не хочется шевелиться если честно ну и скажите из-за того что воспаление глаз слезится я словила какой-то комбо по жизни сначала у меня до 20 наверно всегда когда я чуть-чуть заболею но не разболеюсь то есть иммунитет чуть-чуть ослабился и у меня вылазили простуды на губах очень часто практически каждую такую болезнь когда все вокруг болеют но я ничего не подцепила только вот простуда остальных признаков у меня не было потом они все реже и реже стали появляться а вот сейчас после 20 у меня стали ячмени даже не после 20 от после родов арсюшкиных у меня теперь ячмени стали вылазить это конечно вообще очень не очень да как маме жить а нам с тобой надо влог домонтировать будем влог монтировать только пылесос запустим в комнатах не надо за снорочек тянуть он с арсюшкой идем в парке и сегодня у нас так тепло 4 градуса и мы дели весенний комбез там вообще что-то растеплелось и вчера мы ходили всей семьей на прогулку ну так после дома и достали коляску все-таки это потому что стой по такой зимней каши вообще не вариант идти арсюша не спи я не даю арсюшу уснуть потому что потом он плохо будет спать а я лучше чтобы он уснул когда мы с темой поедем домой поэтому я не даю спать с его вытащусь коляске вот по сторонам глядеть а что-то его отрубает пора на еще вот достали в эту зимнюю коляску потому что у нас вот такая каша и когда это все тает и ты идешь по дороге по соли вот там колеса были такие не накачанная просто по полиуретановые или из его ну короче они вообще снег заматывали я вот здесь собирался у них а колес не ехали плюс там колеса меньше но это наш конечно везде проходимая коляска я ее просто обожаю вот второй ребенок на ней и коляска вообще отличная ну так колеса иногда надо подкачивать конечно в целом люблю у нас это sonic verdi плюс что-то такое а вот вот такая называется ценник плюс ты не спишь не спишь все побежали быстрее чтобы ребятки всем доброе утро я иду на утренник к семену с моим опухшим глазом но сейчас уже немного получше но вот как всегда отважный точнее важный момент что-нибудь пойдет не так но в принципе я уже смирилась и как бы это жизнь на фотках и на видео если я буду такая то я буду такая но странно конечно что в первый утренник моего ребенка я буду выглядеть так у нас осталось 20 минут точнее у меня а я тут и рано приехала и поэтому я проехала на одну остановочку вперед а сейчас я иду в обратную сторону немножечко прогуляюсь утренник 40 минут на я наверно приду в 30 для того чтобы подняться наверх и потом я не знаю если все мы запросите домой то я его заберу не буду оставлять них не охота потом ехать домой потом 5 вечером за ним сеней приехала посидеть моя мама и дарина дарина это жена владика моего брата если кто не знает и они там вдвоем все не справлять потому что мама все еще носит корсет и естественно все еще нельзя поднимать тяжести короче вдвоем справиться из за чтобы покормили его там творожком у него полдник будет и они потом выйдут на улицу и он уснет вот на улице вроде казалось тепло прохладно стало я ладно побегу не буду долго с вами болтать а то опоздаю хотя приехала раньше очень конечно волнительно и постараюсь поднимать и но я вообще буду наверное весь утренник снимать на камеру если будет возможность такая но вставлять скорее всего много не буду потому что все равно хоть и можно да там чужих детей снимать так далее но мне не хочется чужих детей вставлять вот если как-нибудь может быть фоточки выставлю в телеграме посмотрим постараюсь с вами тоже поделиться этим моментом посмотрим как он будет себя вести это его первый утренний потому что в прошлом году тоже на день матери был утренник что в прошлом году на день матери тоже устраивали но он тогда не ходил тогда только сенька родился что наш первый такой подарочек маме сделаем что тут написано знаешь печенье сердечко написано ты моя хорошечка подарили шарики я забрала семку поплакал немножечко на утреннике он сказал что он плакал потому что он хотел меня обнимать так что он еще раз улетит мы не догоним вот я его домой забрала хотя он вроде потом уже успокоился и не просился но я все равно решила закрывать да еще и в космос шарик он не улетел и печеньку дома покажу красиво на час прийти домой смонтировать видео для садика отправлю в группу у меня вот такой подарок мама связала мне типа тапочки дома ходить крючком это значит тоже начала увлекаться стала вязать но она умеет как бы ну еще и учиться потому что давно этим занималась нас семян посидит там у него полдник ужин что там перекус короче все я старую ну маме камеру сломаешь ай-яй-яй-яй-яй арсюшка поспал мама с дариной нас гостили до самого вечера сейчас только четыре они уехали я повыкраивала ну как выкроила в этом я уже 4 4 изделия наполовину готовы, вот я там выкроила горловины, манжетики, осталось только сшить и все, да, Арсюш, когда я пошью, наверное, в пятницу, потому что Сема будет у нас дома завтра, я что-то устала от всех этих разъездов, поездок, плюс еще со своим глазом, он меня напрягает, но чувствую, что как бы такой отек небольшой есть, ну вот сегодня я хотя бы нормально смотрю, пусть он лучше дома, я помажу, покапываю, чаще никуда не будем ездить, пусть от ветра он немножечко слезится, просто не хочу ходить завтра утром, завтра посидим дома, ага, посидим, нам завтра на занятия, потом, возможно, не будет занятия, ладно, посмотрим, ну хотя бы не так часто ездить, если ты устал от съездов, то есть все ему забрать, потом из садика ехать на занятия, ну в общем, мама-то что оставила? Мама оставила брелочек свой, хорошо, что не с ключами, да? Бабуля оставила? Ксения играл. Нравится тебе? Да? А в субботу, с утра, мы с Семеном уезжаем, а мы поедем в деревню к моей бабушке на юбилей, а Сеня остается с Сережей на сутки. В воскресенье, спасибо, в воскресенье вечером приедем, и они будут ночевать вдвоем, Сеня будет без меня спать, и, скорее всего, отучатся от груди, да, Арсюшка? Отучишься, нет? Да. Да? Ой, змейка упала, да, упала змейка, да. Какая глазки у нее, да? Какие красивые глазки у змейки. Мы сейчас потихонечку с Сеней завершаем грудное вскармливание ночью, ну мы днем уже давно завершили, еще в 10 месяцев, а ночные сейчас стараемся увеличить промежутки, он сейчас только 2 раза ест, и все эти 2 раза после 12. Да, ну сейчас мы уедем, Сережа как-то будет справляться, да? Ой, ну сейчас почищу, и это уже наше будет завершение. Все? Будем завершать. Из-за того, что он еще на груди ночью, он плохо спит. Я заметила это, когда мы начали сокращать промежутки между промлениями ночными, ну я его там то подкачаю, то по спинке похлопаю, то там на себя положу, и он стал даже лучше из-за этого спать. Сеня, ну нельзя так сильно драться. Что за игры у вас? Давайте спать уже. Глазки закрывайте, и спать в обнимочку. Ребятки, доброе утро. Семен сегодня, как я и говорила, дома делает свои прописи, задания. Сначала выполняет, потом... Ты их всех нашел, или еще кто-то остался? И ботики. Ну ты ищи, давай дальше. И я сегодня хочу заняться диваном, мне прям... Он уж жалостно выглядит, но... Хорошо. Плед. Я уже смирилась, что буду стелить плед, но и все он постоянно убирает, меня это бесит. Так, так, так. Ты куда вышел? Вот опять балуешься? Сем, по точечкам. Нужно, чтобы в точечке все соединились. Старайся. Вот. Молодец. Ну вот это намного лучше, чем вот так. Ты молодец. Давай дальше ровно старайся. Хочу почистить диван. Не доходят у меня руки для того, чтобы этим заняться, но сегодня, думаю, буду... Хорошо, давай, делай аккуратно. Думаю, что сегодня хотя бы половинку вот этого вот части... Вам не видно, да? Вот напополам так разделю, хотя бы хоть что-то пятна подтираю, потому что там то кто-нибудь что-нибудь прольет, то кто-нибудь своими руками помажет, что-нибудь, то еще что-то, короче. Диван на кухне, это, конечно, жесть. Химчистку пока не заказываю, потому что это ненадолго. Может быть, перед Новым Годом. Молодец, сверху тоже делай и старайся, ладно? Вот. А я писала в Телеграме, что хочу какой-нибудь моющий пылесос, который именно для мебели. Но по отзывам, чуть ли я не определяю, сколько какой. Вообще в моих мечтах это Киорк, который такой прям мощный. Мама, ты искрил пылесос? Да ты что? Я почитала. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Здорово, просто здорово. Мама, я даю сего и сего. Не могу говорить, не могу. Вообще ничего не записываю, не могу я разговаривать, потому что параллельно со мной начинаются какие-то разговоры. Я вообще хочу в идеале кёрфер, который и моющий, который и для пола, и для мебели, и просто сухая уборка. Но он стоит как-то не очень привлекательно. А тот, который для мебели, Китфорд. Торопишься, торопишься, торопишься. А это я почитаю, сколько здесь стоит. Вот, он стоил десять тысяч. Один, два, три, но отзывы не однозначный. Восемь. Восемь. Четыре годика. Да, давай сделай, бери вот этот маркер правильно. Два, три, четыре, и пять, четверо, семь. Ребятки спрашивали, как я научила Сеню самого есть руками. Сейчас мы, конечно, учимся ложкой, но пока безуспешно ложка валяется на полу. Вот так вот. Просто я не запрещала так делать. Сам сначала прикормлю. Руки у него в тарелке. Здравствуйте. Я тут сама кушаю. Сема у меня тут мясо отжимает. Говорю, давай тебе в тарелочку положу. Нет. Ну да. Уже да? Угу. Давай положу. Вот, просто я давала им возможность есть, не ругаясь за то, что грязно, не ругаясь за то, что руками. Главное, что ребенок доволен. Вот у него сейчас перекус. Тут творожок и печеньки. Я ему так ломаю, потому что он целиком в рот запихивает и не может прожевать нормально и давит. Да, скажи, просто разрешать. И все. Потом, конечно, этот бардак, но я когда сажусь сама кушать, я его сажу. Но стараюсь вместе с ним, чтобы он видел. Да, Арсюшка, я, кстати, помыла одну часть дивана. Вот. Вот это пока сохнет. Я тут уже пыталась протереть, не протереть, а пропитать немножечко, чтобы влага впиталась в полотенце. Но вот пока так, сейчас еще бумагой попробую пройти. То, что, конечно, все ровато. Арсюшка у нас немного поспал. Я тут сшила, успела только манжетики подготовить. Все, у меня тут буквально на пару подходиков осталось. Сейчас вот приколю на эту еще кофточку манжеты и вот эти манжеты. А тут две у меня уже готовы к шитью. Занимаюсь этим. Сенька вон тут играет с игрушками. А Симон у нас закрыл в комнате и не пускает никого. Что-то там сам делает. Ух ты! Давай только это на пол не клади, ладно, мелко. И на диван не надо! Я же его только помыла! Иди на стол вези! О, какой, господи! Развлекаемся с ним, да? Нам уже через где-то часа полтора уже будем выходить. Нужно больше прикусить. И все. И поедем. На занятия сегодня все-таки не отменилось, поэтому поедем. Мы сидим ждем все, мы занятия. Арсюша меня порадовал. Он уже делает больше двух шагов за раз и прям пытается ловить равновесие, поэтому, наверное, скоро он начнет бегать. Так что... Упси. Прям меня очень сильно порадовал. Такой... Прям за ручку с ним гуляли. А он потом как взял и отпустился. А не надо просто жевать. Это что, началось опять? Что-то жует там. Арсюха. Нельзя. Давай, неси сюда. Давай. Вставай, неси. Как ты ножками ходил? Покажи. Да. Да. Как ты ножками ходил? Не покажу. Спасибо. Мы тут пришли с занятий. Я пришла застирать Семин варежки, Семины штаны, потому что на улице такая грязище. Такое ощущение, что уже весна наступила. Но это просто очень грязное зимнее, осеннее такое еще переходящее состояние. Осенне-зимнее, точнее. Потому что то холодно, то сегодня плюс. Крайше все слякать в этой грязи. И плюс еще мы, когда выходили из автобуса, Сема упал. Прям под автобус. Серьезно. Я не знаю, как это получилось, но я, получается, его вперед сначала Сему повожу, придерживаю краску, чтобы она не укатилась. И Сема, видимо, вперед не прошел, хотя я обычно говорю, Сема, как вышел, сразу вперед проходи, чтобы не стоять, чтобы на тебя никто не наступил. И он упал, и вот там мужчина один схватил, помог вытащить. То он так на попу сел, там такое расстояние было между бордюром и автобусом. Короче, все нормально. Встал, вроде ничего у него, но перчатки забрал, штаны и забрал. Было очень, не очень. Мы сходили на занятия, все хорошо, Семка прекрасно стала заниматься. У него, наконец-то, прошел период, такой был небольшой, недолгий, там пару занятий буквально. Когда он не хотел заниматься, я выпекал ко мне, но сейчас наш логопед, видимо, какие-то другие занятия нашла. Я здесь, Сеня. Сеня, я в ванной. И он с радостью занимается. Завтра идет в сад, и потом... Наконец-то ванная, и мы уедем. Я так жду этого момента и очень надеюсь, что никто не заболеет, потому что так всегда. Если куда-то ехать, кто-нибудь умудрится заболеть. Я смотрю сейчас глазом, мне приступление как будто бы рядом. Один голодячок вскрылся, и второй как будто бы рядом, но уже намного лучше, чем было. Да. Будем варежки стирать его брата. На самом деле, у нас уже время, блин, мамочи, не крайне дело, полседьмого. И нам бы уже зубки чистить, в сторону кровати идти, потому что все, честно, дома, когда не спит свой дневной сон. Арсюшка поспал полчаса, уснул в пять, после занятий вышли. Что-то хотел, чтобы он до занятий поспал, уснул и там хотя бы немножечко поспал, у меня в коляске, но не вышло. У него пробористовало долго. Что, тебе этот пистолетик нужно? Возьми. Держи. Ой, как. Ну вот, уронил. Короче, ребятки, я сейчас застираю, все помою, поставлю сушить, еще обувь надо помыть. И пойду укладывать все. Сережа придет, Сеня такой поиграет, чуть-чуть я схожу в душ. И пойду тоже в кроват, потому что Сеня сегодня часов, наверное, в девять полдесятого уляжется только. У него сейчас эти два снабика. На один пока не перейти, тогда касту уберем. На один пока у нас не хочется перейти. Поэтому иногда придется ложиться позже. Уже это у нас приходит в привычку, да? Ладно, все, ребятки, с вами прощаюсь. Смонтирую этот влог. Надеюсь, дальше буду снимать поактивнее. Вот, увидимся с вами в следующем видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok